приветствую вас на канале а смотри play мы продолжаем играть gothic а первая часть обязательно да и вот так мы уходили спать проснулись тоже у нас творится что он он творится так делать новые партнеры для физка испытания на преданность да ладушки так нам надо старый лагерь пока эту мам пройдет куча ну-ка настройки потому что у меня бесит туман выключен ну значит такая погода дождь да еще и утро ранее хочу нам надо давайте посмотрим новый партнер для физка новый партнер до физкой мы знаем где блин это новый лагерь надо бежать опять же в новый лагерь так хочу еще у нас есть испытание так испытание на преданность это чё диего послал а в старую шахту точно все идем в старую шахту я уже забуду что мы даже у него карту то взяли специально для этого так что погодные условия убрать что ли готова ливень ничего не видно блин ну-ка давайте после убрать ливень графика погода выключена но дождь вроде идет подождите я же обещал это не стоит же гривен на моё дело с кузнецом это вас познакомить самое лучшее решение это ставки делаем нельзя верить всему что служили одно и то же так рудаков а в этой истории а где вот она здесь никому нельзя доверять вокруг слишком много бреда а у тебя неплохо получается как я вижу да уж недовольных я еще не встречал но если таковые и найдутся им же хуже здесь никто не хочет оставаться без оружия а ковать хорошие мечи умею только я много времени уходит на один меч все зависит от меча обычный меч я могу выкопать очень быстро ты и глазом маркнуть не успеешь если конечно моя работа будет достойно оплачена а вот таким как у истлер приходится ждать дольше всех почему платит слишком мало да нет как раз наоборот за последний меч он заплатил мне 150 кусков руды ему подавай не простой меч а с завитушками и прочими бабьими штучками а это стоит не дешево эй мне кажется ты меня не слушаешь еще как слушаю ну кузнец как дела а зачем ты хочешь это знать может быть я закажу тебе что-нибудь правда и что же это я еще не решил приходи ко мне когда тебе действительно что-нибудь понадобится и не тревожь меня по пустякам хорошо так я хотел бы попробовать поработать у тебя вкусно так так только с первого раза у тебя все равно не получится выковать хороший клинок что мне нужно делать что ж возьми заготовку и подержи ее над огнем раскаленные до красна заготовку положи на наковальню и сформируй меч когда он будет готов его нужно закалить опустив ведро с водой потом охлажденный клинок нужно будет заточить на точильном камне я все понял но без материалов у тебя ничего не выйдет если хочешь можешь купить их у меня ну естественно у кого же еще так готов только между нашими другими нужно рассказывать или может купить немножечко нельзя верить всему что говорят глупость неизлечима где он не обучен не обучен так ну давай попробуем купить у тебя я хочу я хочу купить у тебя вот заготовку вот ну 40 она кстати недорого а я тебе взамен отдам так новичок кстати я еще так его не пробовал флакон тоже еще не успел так а где у него хрень ну ладно давай тебе руды дам а это уже не моя проблема полная ерунда ну ладно так и так ну ладно что то разогреем сейчас я себе супер меч на фразах вот это по стране ребята вообще не надо а вот еще и не все так мы переночевали стороны взяли карту как пробраться уже не хочу в этом глупость неизлечимая домовой старую шахту возможно бы это просто мы это и почему меня сможешь обучить чему нибудь и я хочу стать призраком и что ты мог бы помочь мне я не знал как мне нужен человек который сможет меня чему нибудь научить зачем ты меня нашел меня прислал диего ты должен был сразу сказать это мне если ты хочешь чтобы тебя приняли в лагерь ты должен стать хорошим вором или бойцом влиятельные призраки будут испытывать тебя они дадут задание на котором ты не должен попасться поэтому для начала тебе следует избрать путь вора к счастью я лучший вор какого только можно найти в старом лагере ну давай давай ты можешь научить меня чему нибудь зависит от того что ты хочешь узнать уйдишь бы акробатика я хотел бы знать как вскрывать замки хочешь я тебе научу это не слишком сложно очень важно следить за тем чтобы у тебя не сломалась отмычка конечно если ты будешь действовать очень осторожно ты заметишь что во многих случаях тебе не понадобится больше одной отмычки так взлом замков второй уровень так подожди я хочу научиться подкрадываться я хочу научиться подкрадываться я думаю мое мнение разделяет многие что я лучший вор когда-либо попадавший в эту колонию но если ты действительно хочешь научиться подкрадываться то тебе следует обратиться к кавалорну ну и давайте я хочу стать хорошим карманником ничего не выйдет тот кто не умеет подкрадываться никогда не станет настоящим вором ну и пока тогда все где можно найти кавалорна он охотится в диких лесах ты найдешь его на пути к новому лагерю к западу от старого лагеря расположены широкие ущелье в нем ты увидишь старую хижину лесорубов он живет именно там так значит где-то в лесу живет кавалорна нет 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 да не варите блюд а дай ему поварешку ты говорил что я могу взять столько порций сколько захочу да так и есть вот возьми три порции раз я умею взламывать замки так акробатики кто глянешь ночью надо будет потом походить их а собирать и луками на когда все было совсем по-другому думаешь ну-ка ты не просто да кто-то такой привет что ты здесь шатаешься так грубо то как дела убирайся иначе тебе не поздоровится ты падла держи не ду лучше меня же не отвернулся от него начался и какие-то разговоры разговаривать ладно и я не причастен к этому мы идем старой шахте так мы сейчас пока что еще слишком слабы да ладно или может нормально уже наш люди потренироваться но эти кто точно еще рано пока валить давайте более оружие у меня нет по добавившим вот хоть силу не зря прокачал точно вот сюда нам надо за одним этим сейчас минутку-минутку давай 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 он туда не хотел бы я чтобы за на поступили так же я хочу научиться правильно я могу помочь что нужно делать чтобы снимать шкуры сыр для этого подходят не все рептилии а лишь ныги и баллотажеры если ты подрежешь шкуру по краям то ты сможешь легко ее снять теперь ты сможешь легко справиться с этой задачей только баллотажер еще завалить как снимать шкуры важно знать что начинать разделывать тушу следует с головы шкуры здесь высоко ценятся поэтому главное не повредить их при снятии из шкур волков и мракорисов шьют хорошую одежду с практикой к тебе придет умение распознавать годится та или иная шкура на одежду или нет ну вот теперь я научил тебя всему что знаю сам давай надо выждать время спешка не доведет до добра вот здесь вот я точно знаю есть эти цыплят или перебил а я по-моему что в самом начале перебил точно выманивал а вот смотрите какие то есть окно раз силушка у меня теперь хоть какая то есть оружие наконец-то хотя бы немножко доброе есть я чё вы толпой то я думал кстати что у меня скорчат надеюсь на этот раз абс который я не лаганет а то ни хрена такой кусок вырвал 5 минут и где-то кусок эти хоть не зря потратил кстати еще блин не зря хоть на силу что-то потратил давай хотя в 11 по моему там это все гораздо сложнее это по-моему не так быстро раскачиваешься все так как он тех чего попробуем так от пчела что-то как крылья могу забрать сейчас каких-то лучше всего и звука долбить с первого раза их звука из арбалета лучше всего долбить еще хрен попадешь кстати он туда он туда горам не ходить это мало то что динозавры которых вы еще точно не одолеете как вам там еще и дело сейчас нечего на данный момент опа опа у нас еще есть грибочки помимо грибочка крота крысы еще повезло что я еще ничем не владею взялся так быстро видимо до особо а почему блин вообще не то блин близки а где я что собирал на на собрал собрал куда не пойду сейчас пока здесь всех не уничтожит кстати попробуйте там волк внизу надо попробовать уничтожить его пойдет у меня сил как-то на маленькой не так сделано говорю как 11 отличается в этом плане хорошо что ты медленно уступать сюда грибочки теперь это сохранить до кусачий случай случай бывают сайте шерчник толпой да вот здесь почему то можно не в 11 тоже толпой будем а что не замечал просто вот это за ней вроде не должны были так сильно такой поэтому он его злой страшный серый волк так напал-то на меня без предупреждения так надо подальше отойти это тебя и не слышно было добываешь на вы рычите а тут все тихо как-то произошло но что подожди ягодку подожди ягодку ягодку подождите надо не забывать я тут всего беру волчара как так-то ну ты меня конечно тоже гасишь с одного удара что не прокачат вот так забрали все с него все волка мы победили красная шапочка может ходить спокойно в лес через лес к бабушке видите немножко немножко не так как планировалось конечно ой а крота крысы крота крысы мы выяснили что они нам уже не опасны поэтому кружка тарелка блин этих пчел потом перебить ловкость качать они владение оружием что что-то получше быть надо владение оружием качать окно то так рота крыс я про слышу его где ты вот он ты хрюкал с копыт его он ведь и динозавры ходят рано нам еще к ним если нас волка с первого удара гасит муха блин полосатая валит вас первого удара укусоваться одного рано нам еще на этих динозавров рыпаться так и вот мы приближаемся старой шахте подождите сейчас я вот этих завалю тоже ни хрена себе все с твердящим паром победили ну да у них как-то это боевая прокачала то ли у меня силу этого это жизнь не пока не будем пополнять надеюсь мы пока не будем страшных схватках участвовать ягодка так там обвалы даже не помню там во второй части туда есть куда пройти или не второй или а вторая подождите не ночь ворона как же по-другому так это на там хрень-то назывался да там еще дальше куда-то к морю что ли уходит если я не ошибаюсь но здесь такого нету все-таки вот они стражники кстати вроде здесь не было стражников раньше поспать смотрите можно а раньше не здесь не было нет ничего такого не было то у домика точно могу поспорить что не было в один один его точно не было не стражников это вот сейчас что-то сделали в коем-то веке тут стояли два этих служителя церкви с мечами трава куров ну все никаких стражников тут не было в особенно вот это вот так что заблудился куда собрался диего прислал меня сюда я должен забрать список я тебя запомнил запомнил да пошел ты нахрен охренеть вот тут ничего не было была одна вот эта штука это разбито и все вот видите вот тебе и отличие 10 раз да стой ни хрена ты не сможешь сделать вперед удалюку зашел уже должен был это вот кто далековато ушел как ох я вас здесь бы перебил так как жизнь что знаешь так иди ка ты нахрен ты что-то хочешь от меня пошел вон гляд так я хочу осмотреть шахту можешь что-нибудь посоветовать держись подальше от ползунов чем ниже ты спускаешься тем больше будет вокруг этих тварей мерзкие порождения белиара они даяться во тьме и поджидают свою добычу ты слышишь как их когти царапают камень когда они подбираются все ближе и ближе я видел как они убивают они быстрые и безжалостны если тебе дорога жизнь лучше уноси отсюда ноги пока еще цел я хочу держись под чем они а ты вроде должен был стражника отвлечь там это чтоб ключ или это во второй части в первой части вроде там это вот у меня есть ключ отвлекешь стражника я дам тебе а сейчас почему-то нет я не знаю точно здесь ну-ка ты кто ты можешь рассказать мне что-нибудь о шахте мы находимся в главном стволе вниз можно спуститься с помощью системы переходов рудокопы работают везде но будь осторожен здесь очень много ползунов на нижнем горизонте стоит плавильня мы сами плавим небольшую часть добываемой руды так расскажи мне чего здесь следует остригаться главную опасность представляют ползуны из-за них мы вынуждены были оставить несколько забоев они даже съели нескольких рудокопов расскажи мне о ползунах у меня в горле совсем пересохло если ты принесешь мне пиво я расскажу тебе о них вот выпей это за мое здоровье ах спасибо ползуны живут большими стаями в старых заброшенных забоях в основном стволе они еще ни на кого не нападали если ты наткнешься на ползуна беги от него как можно скорее или стань спиной к стене тогда может быть тебе удастся спастись так расскажи об этом что-нибудь еще я думаю вайпер сможет рассказать тебе больше спроси его он наш плавильщик или поговори с Яном он управляет всеми делами шахты а мне к нему и надо где мне найти Яна он находится в центре главного ствола возле склада да ты знаешь Торуса забудь здесь о нем в шахте командует только один человек и это Ян он у нас главный если ты поссорился с ним считай что ты поссорился со всеми в шахте понял? ну че мне с ним ссориться то? до встречи че мне с ним ссориться то? так я могу у тебя что-нибудь купить? у меня есть все что можно продать а то чего у меня нет все равно никому не нужно ну-ка давайте глянем что у тебя есть покажи мне свои таланты ну да что то у него действительно тут есть я тебе знаешь что я могу ничего пока тебе не дам потом все потом так сундуки не вздумайте к ним лезть отхватите по полу это факт так грибочки сюда сюда где ты так а меня тут кто-то чему-то может научить а кстати мне если не ошибаюсь здесь наверное а нет нет не здесь пробу дать пробу дадут в другой шахте если я не ошибаюсь так ну-ка я уж не помню что здесь у нас в 1.1 здесь было что-нибудь ааа тут призраки же были в 1 а нет подождите это во второй части призраки здесь бабахаре все было заброшено так так рудаков 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 вот тут смотреть нечего поэтому я без огня хожу у меня есть пара факелов и и подгоревший факел вот али я уж не помню за каким хреном он здесь сидит помню что гасится а ха 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 стражники никогда не поймают меня о чем ты говоришь я работаю только тогда когда они подходят слишком близко все остальное время я занимаюсь своими делами думаю они все равно тебя подозревают зачем это тебе конечно ты прав я получаю так же мало руды как все здесь ее всегда не хватает так что приходится меняться я всегда в курсе последних событий могу рассказать много интересного у тебя с собой случайно есть руда ну скажем 10 кусков хорошо возьми 10 кусков спасибо если ты вернешься в главный ствол шахты и спустишься вниз ты увидишь две пещеры в одной из них будет стоять стражник там же стоит старый пресс если тебе повезет ты найдешь зелье лечение но будь осторожен там повсюду ползуны если захочешь узнать что-нибудь еще приходи ко мне уж я смогу тебе помочь хорошо так есть какие-нибудь новости расскажешь а у тебя еще есть руда ну давай желаю дать ты знаешь ты знаешь где меня найти я потом где-нибудь еще на краду насобираю ой да нет я хотел так выдать а сейчас так подождите давайте я сохранюсь и мы с вами а где у меня всякая хрень так 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 а че сгоревший факел оп давайте кое что вам опа и че все с копыт а там ползуны слышите загрузить в общем туда не будем спускаться пойдемте у нас куча дел давай поднимайся поднимайся только вперед разум зовет есть на запад и на восток так ладно нам надо забрать у Яна сейчас список того чего надо а стоп ну-ка ну-ка вот-вот-вот подождите блин вот мне что ты жрешь то блин что ты здесь делаешь охраняет свой сундук чтобы рудакопы типа снайпса не лезли в него понятно понятно так сейчас подождите минутку ну тут ни хрена не видно да ну тут и разглядывать то нечем подождите подождите графика нет не графика видео подождите вот так вот у меня стояло все равно все равно не очень видно все равно не очень видно все равно не очень видно спускаемся блин вот надо будет ночью как-нибудь походить по разграбливать людей то соответственно отмычки есть навыки я очнул вот Ульберт так ульберт ну-ка Новенький, ты руду добывал когда-нибудь? Ты давно здесь живешь? Да, я уже лет 10 здесь живу. И знаешь, за это время я многому научился и многое испытал. В какие только неприятности я не попадал. Но, как видишь, я все еще жив. Когда-то давным-давно мы работали на шахте. Теперь она заброшена. Да и балки, наверное, уже давно обрушились. Но это было давно. Должно быть, ты уже немало слышал о разных планах побега из колонии. Послушай, парень, я понимаю твое желание выбраться отсюда. Но мой совет – забудь об этом. Лучше и не думай о побеге. Я видел тех, кто пытался пройти через барьер. Не повторяя их ошибок, барьер никого не выпустит. В мои планы не входит провести ближайшие 10 лет в этой шахте. Не хочешь – не надо. Возможно, когда-нибудь ты будешь большим человеком, кто знает. Да только барьеру не важно, кем ты будешь. Он тебя все равно остановит. Ну, конечно. Желаю удачи. И тебе того же, паренек. Ну, давай. Так, Альберт, а где Ян? Я могу что-нибудь купить у тебя? Еще бы. Все, что захочешь. Если сможешь заплатить. Покажи мне свои товары. Надо 10 кусков руды. Это что такое? Рецепт экстрата исцеления. Ну, это потом. Все потом. Так. Даже не знаю, что тебе. Подожди. О! Обмануть меня захотел. Только попробуй. Да подожди. Покажи. Так. Вот так. Неправильно нажал. Так разорался. Тут развонялся. Так, ладно. Вот Ян. Ты Ян? Главный человек в этой шахте? По порядку будем идти. Да, меня зовут Ян. Это моя шахта. Тебе лучше ничего здесь не трогать. И постарайся ничего не сломать. Так. Я думал, что эта шахта принадлежит Гомезу. Конечно, эта шахта принадлежит старому лагерю. Но здесь, внизу, вся власть принадлежит мне и больше никому. Понятно так. Ты можешь рассказать мне о добыче руды? Рудокопы добывают здесь руду днем и ночью. Наша выработка составляет 220 мешков руды. 20 из них идет на переплавку. Из всей руды, которую мы поставляем королю, можно выковать не одну сотню клинков. Так, подождите, я слышал, что это непростая руда. Я слышал, что это не простая руда, а магическая. Ты можешь рассказать мне о ней? Магическая руда обладает особыми свойствами. Оружие из нее никогда не ломается. А клинки выходят гораздо острее, чем из обычного железа. Армия солдат с таким оружием имеет серьезное преимущество в любой битве. К сожалению, руда теряет магические свойства при переплавке. Только в плавильнях Нордмара знают правильный способ. Но даже в этом случае, оружие из нашей руды превосходит обычное оружие по многим параметрам и наносит больший урон врагу. Так, расскажи мне об этой шахте. Так, вот. Диего прислал меня сюда. Я должен забрать список. Понятно. Вот тебе список. Они должны поторопиться с доставкой. Так, получи список. Могу осмотреть шахту? Только не создавая нам лишних проблем. Да без проблем. Так, теперь надо в новый лагерь нам вернуться. Блин. Вот, научусь. Так, а я продолжу. За 10 кусков руды. Да. Так, так, так. Надо будет успеть все сделать. Давай сюда. Где-то. Не перепутать бы. Вот оно. Подождите, сохранюсь. Как идут дела? Я могу предложить тебе одно дельце. Если ты сможешь отправить Аарона подальше от его сундука, я дам тебе 10 кусков руды. Еще увидимся. Конечно, увидимся. Так. Я слышал, что шахты воры, они хоть так... Вот так. Меня прислал Ян. Он сказал, что хочет видеть тебя. Чего он хочет? Он хочет наградить тебя за твою работу. А не знаю, чего он там хочет. Сходи к нему и сам узнай. Думаешь, он рассказал бы мне об этом? Хорошо, уже иду. Ну, где мои 10 кусков? Возьми, ты заслужил их. Опыт получил. Да, знаешь, что еще? У меня есть ключ от этого сундука. Только для тебя. Всего за 30 кусков. Твою ж мать, ***. По рукам. Я его покупаю. Думаю, дело того стоит. А что с этого получишь ты? Да знаешь, мне просто приятно, что я смогу обвести кого-то из стражников вокруг пальца. А если что-то из этого сундука окажется у меня, мне не жить. Понятно. Мне с тобой болтать-то сейчас некогда. Вау, смотрите, не зря взял. Это что, лечение? Вот и все. 30 кусков руды. И забрал. Ну, потом мы придем еще поговорим с этим. Если на него руду только тратить тоже. Который внизу находился, то, блин, 10 кусков руды за информацию. Блин, я только не помню, стоит информация того или нет. Вот здесь вот он находится прямо с ней. Ой, ну, в итоге надо будет здесь перемочить половину нахрен. Ну, если все или всех даже. Страж. Ого, чуть не упал. Все, покедова. А-ля-у-лю, гони гусей. А я на свободу, с чистой совестью. Так, в новый лагерь. О, хохошеньки, хохо. Блин, что меня... Будет учить нетрудному делу. Есть такое? А, подождите. Здесь вот, чтобы оказались два урода, которые готовы этот... Больше я не слушаю. Это же надо... Им не нужно рассказать. Лагерить к этим травокуров. Мы уже о другом поговорим. И... Блин, кто бы меня акробатику научил подкрадываться там в лес. Надо идти опять. В лес. Так, что у нас? Время еще только полшестого. Так, минутку. Сейчас мы охотимся на крыс. Давайте-ка мне сюда одну штучку. Два. Два. Одну. Два. Ну-ка, крыс, 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 крыс. Иди-ка сюда. Кстати, вроде тут пещеры не было раньше. Так. Я уж даже не помню. Да нет. Не было пещеры. Так, подождите. Что тут еще? Ой-ой-ой. Зато уровень получили. Ничего страшного. Так. Вах. Блин. Надо шершник как-то перебить. О. Кстати. Утырки. Смотрите на день, да? Прикольно. Мне самому нравится. Правда, я не знаю. Давай, по одному. Ох ты. У них сила. Оказывается, я их с одного удара гашу. Ну, вот, видимо, она так подделана, значит. Они меня тоже. Так, загрузить. У меня и жизнь не прокачана. Надо кто-то жрать что-то, пить, есть. Ага, и тут меня, подожди, пить. Сбоку. Не надо подпускать к себе. Я как понял, оружие действует чуть-чуть, не доходя до них. Вот так вот. Где-то поржавный меч. Так, и что у меня по оружию-то? У меня пока, да, у меня самый мощный стоит. Топор. Так, там пчелы эти, мухи. Ну-ка, смогу я. Мне надо, главное, по мухе попасть. Я почему-то уверен, что и с ней я справлюсь. Ну-ка, может, не с одного удара. Не, 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 паздай. Блин, сохранить, загрузить. Чего пока оставим. Будет ночь. Надо будет прошвырнуться по слундукам, по всем этим, по карманам. Научиться там это, как наберу, достаточно. Так, сразу стрел-то и лук приобрету. Чего, тоже можно украсить. Кстати, можно кому-нибудь завалить с луком. Баланс, по крайней мере, держится. Стоит силы чуть качнуть, а я их валю. Ну и они меня валят, силы не качая. Так что баланс балансирован. Где-то в каком-то, так скажем, пропорциях всего. Без перегибов и без перебоев. Ой, а, ну они там внизу. Там черные гоблины. Это еще у меня топор такой. Будет меч, подождите. Кто тут, вроде как, больше еще урон-то. Так, мне надо потом еще засветло в другую сторону бежать, пока не стемнело. Кстати, вот видите, с левой стороны подъем в гору. Там тоже динозавр, поэтому не рыбайтесь туда еще пока что. Бегайте вот здесь. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Об этом слишком много. А мне еще надо сейчас не попасться с раздачей воды. А иначе нам люлей навешают. Хотя подождите, давайте посмотрим, насколько он сильный. Это не самое лучшее решение. Ой, 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 подожди. Так вы что, в воде ходите, в тумане, в чем? Это не самое лучшее решение. Эй ты! Я же сказал тебе, что ты должен разнести воду крестьянам. Мне не нравится, когда кто-то не держит своего слова. Все нормально. Только попробуйте сейчас. Козлина, ну как так можно? Так же нельзя с людьми. Я хочу проверить, насколько это я могу тебя побить. Эй ты! Убери оружие! Спокойно. Только попробуй сделать это еще раз. Блин, он как-то центрирует на него. Поэтому... Игра так сделана. Я думаю, это уже давно решено. Он к нему цепляется и все. Эй ты! С взглядом. Беги, беги! Все равно догоним! Да я вроде как бы... Убери ору... Убери оружие! Спрячь оружие, я сказал! Да все спрятал. Только попробуй сделать это еще раз. Мне надо проверить всего лишь-то немножко. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. И почему нельзя держать язык за зубами? Эй ты! Мне... Отличный губой! Падал, ты почему не бежишь-то? Идиотина! Вот здесь вот, да, кстати, что-то непродуманное. Не убегает почему-то. Чужие проблемы не мое дело. Как ты будешь оружие тогда быстро доставай, как ковбой? Только между нами. Эй ты! Я! Мне не... Только попробуй сделать это еще раз. Ну-ка, блок. Блок ставим. Можно обойти, конечно, его. Чужие проблемы не мое дело. Нельзя верить. Эй ты! Ей мне... Раньше даже... Только попробуй сделать это еще раз. У меня уже мат идет. Извините. Эх, блин, да как так-то? Я хочу всего лишь проверить на тебе. Только между нами. Сколько я с тебя сниму? Не нужно рассказывать. Нельзя верить всему, что слышишь. Сюда пройду. Не самое лучшее решение. Мне надо поставщика и со списком надо разобраться еще. А кому список-то внести? Яну? Ну, не помню. Кстати, шиныга тоже можно захреначить. Ну, блин. Так, так, так. Акробатики, кстати, можно выучиться. Где-то тут она была. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Жея проблема, не мое дело. Настройки, графика. Погода выключенная, так. Опять ты? У меня есть список припасов для старой шахты. Неплохо. Как ты его достал? Его дал мне ям. Ты смелый. Тебя прислали испытать меня. Ведь так, Торус должно быть уже сходит с ума. Я уверен. Я получил задание от Диего. А Диего приказывает Торус. Так я могу пройти? Да, проходи. Ларс не поверит своим глазам. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Наверное, ты прав. Ну, давай. У меня есть список припасов для старой шахты. Да ты что? Невероятно. А ты смелый парень, как я погляжу. Покажи его мне. Вот он. От того, что предаешь тех или иных, этой празднице здесь не играет. Так, так. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы его немного подправим, а потом ты отнесешь его в старый лагерь. А потом, когда они доставят товар в шахту, мы просто заберем его себе. Ну вот, сейчас мы все сделаем. Поэтому... Тут прокачивать все оружие и того подобное. Вот и списочек. Ты знаешь, что делать. Такое со мной больше не случится. Этого достаточно, чтобы меня приняли в шайку. Мордрак рассказал мне о тебе. Ты доказал свою преданность нам, когда принес список. Но ты еще не готов. Иди выполняй другие поручения. Возможно... Ну ладно, да. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Так... Так... Эээ... Что было... Никого. Подожди. Так, мне бы не помешало пара вещей. О! Фиску из старого лагеря нужен помощник. И зачем ты рассказываешь это мне? Я подумал, что ты захочешь заработать немного руды. Хм... Почему бы и нет? Скажи Фиску, что он может рассчитывать на меня. Так... Мне бы не помешало пара вещей. Пару вещей мне не помешало бы. Так... Что я тебе могу продать? Ну вот это могу продать. Ты хочешь сказать? Возможно. Вот так. Обзамель возьму. Все. Самое такого не хочется сказать. Вот так. Это не слишком интересно. Поговори. Потом увидимся. Так, подождите, сохраниться надо. Знаешь, об этом что-то здесь. Ты хочешь сказать? Где ты? Где ты? Где такого не случится? Гор. Гор. Не самое лучшее решение. Не думаешь. Так где же ты? В этом деле главное... Обучение. Акробатика. Начнем прямо сейчас. Когда ты контролируешь свое тело, ты можешь прыгать гораздо дальше. Я научу тебя откатываться в сторону. Покажу, как приземляться после падения. Но не стоит забывать, что ты все-таки не бессмертный. Акробатика также очень полезна в бою. Мне разбиться стало. Ты сможешь быстро менять дистанцию между собой и противником. Ну, с Богом. Продолженную переделку. Так. Вот уже хорошо. Возможно. Там лучше сменим тебя. Вот видите? Ты пересал гораздо ловче. Так, вор, вор. Волк. Ну, хватит тебе-то. Че ты там? Я думал, это уже давно решено. Садил и ощущаешь, что мясо жаришь. Подождите. Возможно. Давай. Если ты думаешь... Еще уви... Чужие проблемы не могут делать. А, точно. Сейчас минутку. Сейчас вот это мы у людей будем вешать. Слушай, не то, что сейчас. Если сможем, конечно. Убивать его не надо. Просто людей. Убери. Теперь у меня есть повод убить тебя. Ух, какой удар. Больше этого не случится. О. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Только разрывай ловкость. Другим не обязательно знать об этом. Нужно думать. Подождите. До этого еще рано. Мне нужен... Сейчас я не могу. Только между нами нельзя. Нужно рассказывать. Вокруг слишком много предателей. Слишком я менялся. Я не хочу в этом связывать. Подождите. Блин, с кем сборным? Что же? Теперь у меня есть повод убить тебя. Только попробуй сделать это еще... Вроде так все хорошо начиналось. Теперь у меня есть повод убить тебя. Теперь у меня есть повод убить тебя. Ух, какой удар. Так, 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 подождите. А если блок поставить? Удар, блок. Надо, чтобы дистанцию и все-таки я выбирал о нем. Теперь у меня есть повод убить тебя. А, два раза. Тварь такой. Ну, ты вроде хорошо был. Один удар оставался. Теперь у меня есть повод убить тебя. Ух, какой удар. Блин. Сейчас убили тебя, но нынешно все равно. Держись. Теперь у меня есть повод убить тебя. Блин, блинский. Убери оружие. Теперь у меня есть повод убить тебя. Два раза. Э, пошел ты в жопу. Я тебя что, из лука стрелял, что ли? Теперь у меня есть повод убить тебя. Только попробуй сделать это еще... Блин, еще и пробил защиту. Не думаю, что здесь что-нибудь изменилось. Теперь у меня есть повод убить тебя. Ух, какой удар. Да, блин, все так хорошо, падла. Ты почему такой не поворот? Что, назад прыжок нет у тебя, что ли? Назад отпрыгнуть не может. Что-то не злая история. Не самое лучшее решение. Наверное. Теперь у меня есть повод убить тебя. Только попробуй сделать это еще... Блин, тактика, стратегия. Как тебе, блин? Глупость неизлечима. Я давно это не знаю. Теперь у меня есть повод убить тебя. Дай, пошел ты. Потом приду. Подожди. Все время одно и то же. Еще я посмотрю со стороны. Мне тут надо еще кое-что сделать. А, у меня, кстати, еще и одежды-то нету никакой. Ни одежды, ни амулета, ничего. Вот еще обучение проходит. Спорт. Я хочу научиться владеть одноручным мечом. Хорошо, но не бесплатно. За это я хочу 30 кусков руды. Все будет, все будет, но потом. Все потом. А что вы встали-то? Вот так. Ну, вроде, неплохо. Так, надо. Как мне еще-то? Так. Здесь есть кто? Я уж не помню. Вот кто-то рассказывал. Где-то кто-то что-то булькал. Так. Ты хочешь сказать? Спальник. Это я сейчас над лагерем. Ладно. А кто здесь есть? Здесь людей кто-нибудь есть? Вот я прям слышу, кто-то где-то не рядышком где-то булькает. Здесь никому не помню. Они внизу поди подо мной. Не сомневаюсь, что у него здесь вот стоят. Ну, да. Так, не дни, дни, давай. Да залазь ты. Вот сюда еще разок. А кто здесь есть? Что здесь есть? Для чего это место создало? Непонятно. Ладно. Пойдемте. Мне сейчас надо будет ходить там, обморовывать. Ну, я думаю, как я по сундукам буду лазить с отмычками, это вам будет не очень интересно. Поэтому сейчас доберемся только до туда. Или вам интересно будет. Может уйти целый час или сколько? Полчаса этой работы. Кстати, шмыг, шныг, шныг, шныг. Так. Шныга, шныга, шныга. И все равно у меня есть задание от нового лагеря. Так что тебе никуда не деться, да и мне никуда не уйти. И надо попробовать, смогу у тебя загасить или не смогу. Потому что мне еще надо очки заработать. Иди сюда. Посмотри сначала, какой урон я тебе приношу. Ага, подожди. Блин, далековато, загрузился. И ничего страшного давать. Сейчас. Ну он по крайней мере не нападает. Так я бы сильно далеко не отпрянул. Так я бы его завалил бы, наверное. Так что, все нормально. Люблеет спатру. Я, кстати, еще и с лука умею там стрелять. Когда ловкость окачнул, сколько-то там же к луку было. Пока лука нет. С кого-то снять, поди. И как? Вот. Вот в такие ситуации опасность. Да блин. И все бы... Хорошо, да. Он в сторону отошел и все, ушел из зоны воздействия. И как же мне тебя... Блин, да ты... Пошибче, махай-то. С ими культяпками-то. Ну как? Нет. Ой. Он за мной все равно идет. Давай. Давай. Эх, хрен там. Сейчас я тебя... Подожди, у меня же еще магия есть. Там какой-то этот. Так, что это? Чары, магическая сила. Лечение. Терракинез, сон. Нет, это все не то. Бонус жизни, силе 70. Так, список. Так, письмо магам воды. Вот, кстати, карта. Карта маленькая. Она не очень интересная. Знаете, что интересно-интересно? Вот это. По одной штучке. Не надо все выкурить. Она один раз только дает. Опыт 5. Опыт 5. Там магии дверей к мане было, да? А это... Опыта 2. Вот и все. А что я этот... Надо же было что-то сожрать, да? Где этот? Давай, у меня... Похрани. Ну что, козлина? Есть! Надо было просто пожрать, да подкрепиться. Вот что надо было сделать. Так. Эй... И-и-и-и-и-и-и-у-у-у. Так, на плотине-то его может и не быть сейчас. Сейчас мы посмотрим на слуху. А туда пойдем в Кастава налево. Так. Бара тебе тоже не запрыгнет, конечно. я смогу попасть в карту одежду рудоскопа достать опять же в шахте надо свободой свободой шахт давайте еще одну миссию мы сделали поговори со мной я убил шныга молодец лорд прислал мне в помощь несколько людей чтобы починить плотину теперь наконец-то я смогу немного поспать и конечно отдыхай какой-то рубля я не знаю где-то взять на повязку 500 рублей вы чё хренели это труды то есть как идут дела как идут дела как обычно рудокопы добывают руду когда ее будет достаточно мы взорвем гору мы это знаем будь ост кстати вот здесь никого нету я уж не помню поднимаемся блин вот идите еще по замкам да есть некоторые замки сложные 2 вправо 3 влево там вы значимые люди вы никто и звать вас никак и звать вас никак идем выше блин влево вправо 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 вот смотрите все теперь у меня есть ну как будто не говорили сейчас еще отстреливаться могу право влево право влево влево право но это полегче ничего сложного не помню то ли в этой части то ли во второй части еще и очки получаешь за взлом каждого сундучка так это кто у нас наемник давай бывает какой бывает а вот еще есть самый верх что здесь а здесь ничего подождите надо лук то одеть урон 20 я даже знаю на кого попробовать сейчас можно помните двух бандитов которые то я привел за охотников блин я чё еще и упал так никто не красиво давай 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 тебя я пока пропущу будь там сам собой до безобразия а мне же еще можно уничтожить одну колу это там три четыре человека еще рано конкурсоваться него я могу учиться они тоже воры какие-то нелегальные самогонщики что ли легко и они находятся вон там справа ну-ка давайте на ящерице попробуем так сильно я бью ящерицу так только и когда я стрельну не сразу побегут за мной у них такая хрень не прокатывать а вот и все и стали подо мной тихо как с вами бороться табли мне за вас опыт нужен на так попадаю смотрите как 40 опыта сохраним на смотрите победил да да я просто грозен теперь грозен не опасен крота крысов я и так за хреначу идите сюда всем выйти из сумрака ты тоже блин это пипец я тут ни хрена динодавров таких крышу а какая-то крыса переростов у нас что дуэль что ли было с тобой вот это вообще кстати когда первый раз делаешь убегаешь они на второй раз что-то интерес что изделять тебе или то есть второй раз подходишь они уже это как в апатии так что может быть эта игра такая сделана мог такую я не знаю или поправки исправления какие-то как это правильно назвать я даже не знаю сюда сюда вот они мне в дальнейшем будут не нужны я уж не помню что вроде неплохо вот так вот сейчас крылья идти продать еще пчел там насобирать под их надо нормально так тут кто-нибудь живет я уж не помню в руках кружка прочитал рука но не было тут никаких рук не оторванных не каких-то сортир какой-то пристроенный так она во второй части затоплены или в первой части она затоплена давай здесь ничего нет ничего нету давайте посмотрим что эти алкаши могут уедать они нападут на меня по-моему сразу что тебе здесь нужно видимо так сохранить нет загрузить игру видимо они не для чего-то нужны раз у них имя есть все это просто форме не той пришел может быть из-за этого понять можно позже с мясом лежит там так пчел есть слепые мишки были пчелами они бы ни почем никогда бы никогда бы никогда не бейте пчел они толпой нападают после них стрелять лучше уж ручками топором магии теперь здесь подождите тут вот гоблины были точно помню за ними ящеры так так ну гоблина помню с одного удара били есть черный гоблин и они ли это блин надо с оружием спрыгивать за это они это они будем расстреливать их да ой они раньше не залазили все это вы потом у меня подождете подождите пока с вами я потом разберусь ни хрена себе они раньше не залазили туда заскочил падла лесенка что ли там вот эти два вора тоже здесь не было блин поставили как блокпост какой-то вот блин я хотел там пчелы блин эти мухи опять бегать ну хотя и от этих можно убежать если так скажем вот да уедите от меня он взялся вот тебе и здрасьте до свидания еще по ней преследует меня по окружной дороге бежит сохранить зачем ты меня нет нет не отстань я хочу спросить его эйдан эйдан что ты здесь делаешь я охотник добываю шкуры и клыки теме живу за них хорошо платят да можно неплохо зарабатывать если знать как разделывать добычу я хочу научиться правильно разделывать добычу ты уже освоил эту науку тебе стоит научиться чему-нибудь еще значит у другого охотника зачем ты так тебя подрезать можно было вот они бандюки так еще рассмотрим это на всякий случай они два сундука вправо 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 влево у вас скорее может быть по разному влево вправо вправо лево или все влево четыре раза влево то здесь влево вправо вправо влево комбинации не хитрый просто некоторые сложные там по моему до восьми что ли больше щелчков идут этих пчел пока мы не трогаем нам надо либо лук прокачать так чтобы хорошо было либо силу либо не знаю еще что-то топор мощный вот этот наверное охотник у нас охотников мало и вот ты будешь меня обучать подкрадываться так обучение начнем прямо сейчас а чему бы ты хотел научиться подкрадывание конечно я хочу научиться подкрадываться хороший выбор это умение пригодится тому кто хочет незаметно пробраться в чужой дом и застать хозяина врасплох если ты немного присядешь тебе будет легче контролировать тело и видеть куда ступают твои ноги нужно тебя предупредить когда ты крадешься это привлекает много внимания постарайся чтобы тебя не заметили запомни это и никогда не попадайся ну и давайте научи меня стрелять из лука да у тебя же совсем не труды ну и ладно потом паворую у меня вся ночь впереди они хотя надо поспать рано спать надо сначала раз уж и раз уж я ночью куда в городе паворую придется всю ночь воровать сколько там время то у нас начало ночи только самое то надо было еще его обворовать ну ладно потом все потом а сейчас пока буду воровать это если я даже буду убивать кого то я буду убивать личности незначительных вот типа не знаю рудокопов каких нибудь маловажных каких маловажных если просто рудокоп то он вообще незначительный он не нужен все кто нам нужен NPC они все с именем подписаны итак сохранить до стежки и и и и Субтитры подогнал «Симон»